МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Все мы любим путешествовать. И даже если вы еще ни разу не были за границей, то я уверена, что вы хотели бы это сделать. И в этом выпуске нашей программы мы поговорим о путешествиях, отдыхе, расскажем о популярных туристических направлениях и дадим цены и советы. В эфире программа «Про все». Здравствуйте! А начнем мы, пожалуй, с мнения эксперта в области туризма. Он расскажет нам, как же организовать поездку мечты и на чем можно сэкономить при выборе тура. Как и было это несколько лет назад, то есть до сих пор самыми популярными направлениями у нас остаются страны Азиатско-Тихоокеанского региона. То бишь это Таиланд, Вьетнам, Китай. Ну и сейчас стала популярна в последнее время Южная Корея, потому что там отменили визовый режим, то есть туда можно летать без визы. И очень много людей даже без посредства туристических компаний едут туда самостоятельно. Вьетнам, Таиланд, поскольку чартерные программы туда работают, ну и Китай, потому что он, в принципе, рядом, все уже привыкли. На чартерных программах хотелось бы остановиться подробней, так как именно здесь кроется ответ на вопрос, как же сэкономить на поездке. Итак, для тех, кто не знает, объясним. В данном случае чартер – это прямой рейс до места вашего отдыха. И в стоимость таких чартерных туристических программ всегда включены перелет в обе стороны, трансфер, проживание выбранном отеле и практически всегда завтраки. А сейчас вернемся к вопросу об экономии. Часто встречаю еще такой момент, когда люди говорят, вот, ну, как можно дешевле чартерные программы съездить? Вот давай мы сами купим там билеты на самолет, сами купим, ну, в отеле закажем на каком-нибудь там букинге или агоде. Так экономить тоже, к сожалению, не получается, потому что чартерные программы, они на то и чартерные, что оператор, который это организует, он берет, то есть это все большими пакетами, и номера в отелях, и билеты на самолет, то есть, как правило, полный фраг самолета. И они за счет вот этого, то есть, могут обеспечить, ну, достаточно доступную стоимость. Часто мы смотрим, авиабилет сам по себе отдельно, когда ты его покупаешь отдельно, выходит дороже, чем мы берем пакетированный тур. К тому же к стоимости авиабилета автоматически добавляются расходы на трансфер, то есть такси из аэропорта и обратно. А также в случае долгой пересадки между рейсами вам придется тратить деньги на питание и, возможно, номер в отеле на одну ночь. Исключение из всех этих правил – ваше желание ехать отдыхать более чем на две недели. Ведь 14, а в редких случаях 16 суток отдыха – это максимум, который предлагают туристические операторы. Если же вы хотите посетить тропический рай на более длительный срок, то вам придется приобретать билеты самостоятельно. Но и в этом случае можно немного сэкономить, арендовав дом или квартиру вместо отеля. А особенно, если вы собираетесь ехать не одни, а большой и дружной компанией. Еще один актуальный вопрос – это горящие туры. На сегодняшний день среди туристов существует огромное заблуждение. Многие уверены, что могут зайти на сайт туристической компании и приобрести горящий тур за 2-3 месяца до поездки. Но это не более, чем рекламный трюк туристических компаний. Настоящие горящие туры появляются всего за несколько дней до даты вылета. В случае, если турист сдает свою путевку, и компании нужно срочно ее реализовать. Либо, если не распроданы места на самолете, что бывает крайне редко. Попросите менеджера туристической компании включить вас в рассылку, и тогда вы будете информированы в случае появления горящих туров. У меня вот есть одна замечательная подруга. Мы с ней дружим с университета, учились в одной группе. А в данный момент она живет на Сайпане, вышла замуж, как бы все у нее хорошо. И вот она еще в то время старалась достаточно много путешествовать. И она мне еще тогда сказала такую фразу, я вот запомнил ее на всю жизнь. Поездка в Париж всегда лучше нового шкафа. То есть вот эти ощущения, впечатления, вот этот заряд эмоций, который мы привозим с тобой с той или иной поездки, он остается с нами на всю жизнь. Зная все эти нюансы выбора тура, вы сможете легко организовать любую поездку. Ведь все наши дела и заботы могут немного подождать. Отдых в тропических странах всегда ассоциируется с белоснежным песком и чистым морем. И в нашем следующем сюжете мы решили зайти немного дальше и изучить подводный мир Таиланда. Один из самых впечатляющих видов отдыха – это дайвинг. Причем как для профессионалов, так и для новичков. Особенно если речь идет о дайвинге в Таиланде. Конечно, прибрежные воды Паттайи для дайвинга не подходят. Есть семь островов, вблизи которых обычно осуществляется погружение. Наш остров называется Калан. Кстати, именно на этот остров выезжают туристы с Паттайи, чтобы получить свой кусочек баунти. А там он действительно есть. Добраться до него можно с городского пирса за 20 бат на человека. Подводный мир в водах острова Коу-Лан очень красивый. Поэтому именно сюда мы приехали за новыми впечатлениями. В дайвинге существует только одна опасность. Этим делом можно заболеть. Что случилось со мной около 20 лет назад. Ну и как старший вампир и с удовольствием инициирую всех, кто хочет прилететь в Таиланд и попробовать этот чудесный вид отдыха. Стоим на краю платформы, ласты свисают, лицом в воде. Смотрим далеко вперед светлое будущее. И делаем один большой шаг, примерно так, как это делает я. Опытный инструктор – это самая важная составляющая первого погружения. Сергей занимается этим уже 20 лет. Внушая доверие, правда, на одного человека полагается один инструктор. Дайвинг, он безопаснее, чем езда на велосипеде. И травматизм в дайвинге, наверное, сравним с травматизмом в игре шахты. То есть практически абсолютно безопасно. Главная задача – слушать, что говорит инструктор, и не пытаться выдумывать что-то свое. Рассказывать о дайвинге можно долго. И показывать всю эту подводную красоту тоже можно долго. Но поверьте, на это нужно смотреть вживую. Сергей прав. В дайвинг влюбляешься с первого раза. Продолжая говорить о райском Таиланде, мы не можем не коснуться темы кухни в этой стране. Ведь она поистине самобытна и уникальна. Итак, где же в Паттейе вы сможете вкусно покушать, но при этом сэкономить? Об этом наш следующий сюжет. Вот сюда каждый день в 5 часов утра приходят рыбацкие судна со свежими морепродуктами, которые потом и подают в ресторанах или продают на самом обычном рынке, куда мы сейчас и направляемся. Конечно, мы могли бы показать вам дорогие гламурные тайские рестораны. Но, во-первых, вы их и сами без труда найдете. Здесь их очень много. А во-вторых, цены в них ориентированы исключительно на туристов. Средний счет на человека составляет 800 бар. И, конечно, ни в одном ресторане вы не почувствуете в полной мере колорит местной кухни, так, как здесь. Кстати, что касается цены. Если вы хотите вкусно покушать, но при этом сэкономить, обходите стороной любые заведения, ориентированные на туристов. Например, здесь, на самом обычном рынке, вы можете купить полкилограмма креветок за 100 бат, и вам их сразу же приготовят. Чтобы перекусить, вы можете купить вот такой шашлычок, всего лишь за 50 бат со свежего кальмара. Ну-ну-ну, ноу-спайси. Главное сказать ноу-спайси, если вы не любите острое. О, вкусно. Тайская кухня чем-то напоминает китайскую. Отличие в том, что здесь каждое блюдо имеет остро-сладкий вкус. Имейте это в виду. Тайцы, горячие ребята, любят пастрии. Общий известный факт, что Паттайя – это мировой центр ночных развлечений. И в нашем следующем сюжете мы узнали, какая же она – ночная жизнь Таиланда. Не секрет, что в Паттайе бурная ночная жизнь – это главное, зачем сюда приезжают со всего мира. Основная масса туристов к вечеру перемещается именно сюда, на Волкин-стрит. Что в переводе означает «пешеходная улица». Днем здесь можно как ездить, так и гулять, а вот на ночь она превращается в пешеходный центр ночных развлечений. На самом деле здесь каждый найдет местечко себе по душе. Особенно по душе мужчинам приходится местный Тай, китайцы, ну или что-то среднее. В общем, вы понимаете, о чем я. Мы вообще-то работаем здесь. Да, Алина, мы, мужчины, прекрасно понимаем, о чем ты. Тем и славится Таиланд, что здесь можно абсолютно все. Каждый живет в свое удовольствие. Вы можете заглянуть в гоу-гоу-бары, увидеть много женских тел, можете их пощупать. Обнаженных. Обнаженных, полуобнаженных, там, на четверть обнаженных. Кому-то интересно, кому-то нужно, да, здесь встречаются, этим занимаются. Болкинг-стрит – это сердце Паттайи. Здесь есть абсолютно все. Всевозможные бары, кафе, рестораны. Причем вход везде свободный. Практически в любом заведении есть живая музыка. Совершенно на любой вкус. А если хотите, можете заказать свою песню. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Мы прошли всю Волкинг-стрит. И вот здесь, на таком небольшом питочке, в самом ее конце, расположены два самых популярных клуба. Это микс или лима-лима? Там действительно хорошие музыканты. И DG-Hockey, и Патрик Андеркарт, тот же из Голландии, который играл на Ибице, из Сиеста. И там у Сяма, он действительно делает рейм в танцполе. Так что все вспоминают 90-е, 80-е, бродиже и все остальное. Часто бывает так, что человек после туристической поездки хочет остаться в Таиланде на более длительный срок, либо и вовсе переехать жить. И первый вопрос, который встает перед ним, это покупка или аренда жилья. Действительно, Таиланд – это одна из самых посещаемых стран среди дальневосточников. Он привлекает тропическим климатом, теплым морем, красивой природой и, конечно, своими условиями для жизни. Поэтому многие русские туристы превращаются в местных жителей. Мы нашли здесь интересных друзей, достаточно много молодежи. И в Паттайе проблем с русскими нет. В принципе, нам здесь нравится, здесь весело, тепло и комфортно. В целом, рынок в Паттайе за последние годы получил очень сильное развитие. Вы видите, в Паттайе очень много новостроек. Каждым годом открывается все больше и больше новых проектов. Очень много наших соотечественников приезжает сюда. За последний год, насколько мне известно, только нашими соотечественниками было приобретено более полутора тысяч квартир. Только в Паттайе. Оно и понятно, ведь жить в таких курортных комплексах – одно удовольствие. Однако сразу возникает два вопроса. Какова цена таких апартаментов и каким образом квартира будет оформлена в собственность. Итак, начнем с цены. На стадии строительства на преселе всегда цены на 50-60% ниже, чем когда квартира уже готова. Когда начинаются продажи, примерно существует такое процентное соотношение. Продали 20% жилья, подняли цены на 10-15%. Третья цена покупки за последний год составила примерно 1,7 млн, 1,8 млн. Не могут составлять более 49% от жилой площади всего кондоминимума. Для того, чтобы попасть в эти 49%, лучше покупать квартиру на первых этапах строительства. В противном случае вам будут принадлежать не более 49% акций, а оставшийся 51% будет принадлежать гражданину Таиланда. Квартиры в собственность на иностранное имя в любой перспективной новостройке, как правило, раскупаются уже к моменту начала внутренней отделки. Если вам предлагают купить в собственность квартиру от застройщика в уже готовом или почти готовом доме, скорее всего, проект имеет какие-то недостатки, иначе он был бы раскуплен еще на ранних стадиях строительства. Зная все эти простые правила покупки недвижимости в Таиланде, вы вполне можете рассчитывать на выгодное приобретение собственного гнездышка в настоящем раю. Путешествуйте и изучайте мир. Это действительно расширяет кругозор и раздвигает границы нашего восприятия мира. С вами была Алина Кузина и программа «Про всём». До скорых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!